так так hello guys and welcome back to my channel с вами как всегда как обычно без изменений роду сегодня передолжим наши занятия по прохождению аляски на карте горная река и так так как я думал что здесь вот завалившиеся вот этот нефтепровод трубопровод он встречу не будет ремонтироваться так как есть проезд стало было думать я так думаю значит она так и останется как то есть на на некоторых картах обрушенный мост которые так и не удалось ну не было просто миссии чтобы его сделать вот пришлось объезжать так сказать стороной так что вот так вот начинаем мы с этого задания сегодня значит мы сейчас для нам привезем так как мы тут стоим привезем средние трубы и малые трубы ну а также металлические запасные часть куда мы поедем ладно сейчас загрузимся значит в другом месте это в другом месте так как тут всего по два металлические рейки я с собой беру прицеп хотя я что-то не пойму зачем я хотел взять прицеп и что-то загрузить что-то что-то не то не складывается ладно не суть не суть не суть в принципе тут есть и седой дорога да кстати чуя поехал туда да зря конечно а вот будешь короче поехали не буду этот прицеп брать с ним во первых мы лебедкой не зацепимся нигде перемудрил или его просто хотелось забрать в общем не суть и таких они переводились да я люблю обожаю просто разворачиваться с этим прицепом о боже нею макдональдс я целлюлит макдональдс гондональдс недолюбливая сейчас там еще полезного там мало на самом деле так ой 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 так не надеюсь здесь дорога проезжабельная давай давай на 4 не скидывайся а а хорош 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 да отлично значит тут ехать можно и так я могу поехать направо а могу на ну да мне будет налево лучше конечно быстрее так ой 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 это было опасно режем углы тихо 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 как раз сейчас попа что там повнимательнее немножко чуть чуть повнимательнее так вот нам стрелочки указывают где сбрасывать выгружать прицеп это наказание но дело в том что если тут ехать с более длинным прицепом тут довольно таки наоборот не приветствуется вверх с длинным прицепом тут больше геймора будет ой-ой-ой есть наверх чё ближе наверх сесть а там одинаково так что вот так что разврат и наркотик ладно чтобы не крутится и не корячится я поеду сначала наверх потом естественно вниз вот таким вот макаром здесь можно проехать на самом деле чуть-чуть конечно чуть-чуть гемора но ехать можно вот так вот вот так вот на и наши городские по кукурузе как обычно приятно солнышко светит ну так как уже март на дворе да как бы на минуточку ну зима еще и не со всех регионов ушла и она как бы еще будет длиться как минимум март так что вот вот это было опрометчиво тираник тираник баг запасная часть они маленькие ну ладно это шанига ну да будем надеяться что они но металлические рейки небольшие это я уверен да я скорее всего хотел тут прицеп просто а чё морду не вырихтовали я тут прицеп просто хотела отвезти короче сюда в магазин прицепов где-то вот тут не долечь но если честно придумать эмиссии стоям надолго затянется а тут оказывается все берегом быстренько все быстренько это хорошая такая ямка в ней влететь бы ночью скатываемся на передачке как-то раз я включил нейтралочку как разогнался короче не удержал я машину это было эпично конечно хорошо что я ехал без груза тормози нет нет а чё тут был написан а трубопровод я думаю что какие там еще трубы если я трубы привез текст 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 мы едем в группа это конечно очковая тема медленный выбор от руля все огонь хорошая машина как я и говорил в прошлых видео она очень 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 выручает если честно что загрузились когда-то тут развернется шок не крутись и долго объехать можно вокруг это все дело но это не по нашему это не по нашему вот и все казалось бы да так много грузов но они здесь рядом расположены что очень большой плюс кто владеет тефть это залить миром верно ха ха вот ваша оплата отлично вот это теперь дело вот это дело так отгоняем машину в сторону с дороги потому как возможно я буду в необозренном будущем ехать поэтому убираемся с пути вот так вот красиво паркуемся глушимся и все и на отстое стоим классно конечно вывесился так можно легко снимать колеса так следующее пасифик что же это ты готовил господа вот такой вот зверь тяжеловес и будем мы вести вот этот вот бур демонтированный так заводим это зверюгу пасифик жалко что нету колес ну нет цепей на колес опа давай стыковочка далеко просто прицеп не догрузился ес так улучшимся на минутку так что у нас есть демонтаж бура так вот он демонтированный бурт нам бурт бурт нам нужно перевести его в северный порт то есть нам надо ехать по главной дороге и вот как нельзя кстати я починил это шило вот я все таки предугадывал что его нужно чинить потому что в принципе можно поехать и сюда влево да да кстати можно поехать влево там гора большая да и ты тут мы будем корячиться с выворотом ну ладно поехали влево так уж и быть что ж поделать да мне кажется я на той на той горе зашлифую на нем рисковать не будем принять отлично что ж поехали влево так для шлифовала кстати еще тут по дифференциалу блокировка всегда включена да логично но у у ее ее и им скользкой как-то раз вернем пробил колесо здесь и у него нет запаски это конечно было эпично ехать поворачиваем правее взять с будем наглядь по бетону городить это будет не по фэншую правда я не вижу что там сзади возьмем максимально правее потому что большие грузы нужно возить на тяжелых машинах так как я возил демонтированный бурденом то это конечно было чистой воды извращение сказать сейчас проходим довернул рано ладно похи поехали мы там с колесами нормально вот представьте черчу бы как бы я выкручивался бы возле заправки с этим буром мне кажется я там до болеть еще чуть-чуть не было пробой дня до эпично шли пулит конечно а метка у меня касса вид из кабины не такой эпичный как вот такой от третьего лица так как все так виднее колесики шлифует ну-ка разгоняемся горочка давайте не обосрёмся пацаны давай сука давать я мощи хвата кстати сейчас стоит не самый мощный двигатель ой 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 чувствую фиаско зашлифовал скидываемся на первую вот она вот она развязка так я и знал что с поехали с ребяткой мне кажется на ту горку я тем более бы не не выехал это это горочка более пологая щенка давай 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 цепь пробуем на пониженный покер бобер давай сука на первой же животик неплохо шел Разгонщик. Тихо-тихо-тихо. Сука. Надо остановиться возле столба. Попробуем еще разочек. Нормально прет, только не переключайся. Не переключайся. Ручинчок. Стой, 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 стой. Да, блядь. Вот, сука. Вот это фейл, блядь. Тихо, блядь. Вот это, сука, фейл. Чуть не зафейлил. Давай, блядь. Вот так вот, блядь, ребята. Ездить на летней резине зимой. Так, к сожалению, тут нужна моща, блядь. Сука, вот это я обосрался. Вот это я сиранул, если честно. А ну-ка, блядь, поднажми-ка. Чей ночью, блядь, приморозом ебал, сука. Замерзла все солью, блядь, не посыпаюсь, пидорасы, блядь. А ж, блядь, это дорога, сука. А спалка же не мерзла, блядь. Да не, я сейчас тут сожгу топливо, блядь, бак, блядь, стол сзади. Вот, блядь, сука. Опа, вот это разгон. Адский разгон. Ну-ка, 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 давай, давай. Давай, сука. Опа, разогрел шины. Нет. Давай. Суча, блядь. Вот как бы зафиксировать его вот в этом положении. Отлично. Прикрепить лебедку вот от этой части. Вот, вот этой вот так мы хотим. Физика, Вася. Давай, давай, сука. Давай, блядь. Вот это эпичная поездочка, блядь. Давненько у меня такого не было. Будет что вспомнить, но нечего детям рассказать. Вот это да, блядь. Хорошо, что я поставил мощную лебедку, блядь. Иначе я побосрался просто-напросто. Вот так вот. Давай, там деревья мощные стоят. Чё ты, чё ты, блядь. Импульс нужен для движения. Толчок вперёд и пошёл. Цвет нужно и нахер запечить так романтичнее, блядь. Ну-ка. Под ножми-ка, блядь. Твой, сука. Я не прикидываю, как там раздатка, блядь, ещё не лопнула, сука, пополам, блядь. Ой-ой-ой. Давай. Чувствую, блядь, сейчас будет фиаска, блядь. Чё там прицеп, как все пожелают, блядь, уже будут почти, почти в ущелье, сука, скатились. Сейчас с ёлки, блядь, передёргаюсь, сука, как кусты, блядь. Так. 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 Это чё это такое, блядь? Стоп, ты стоишь, да? Отлично. Вот сюда и сюда. Физика, Вася. Да какая нахуй физика, я застрял, всё, блядь. Да, 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 конечно. Олег, давай попробуем назад чуть-чуть. О, едетесь, едетесь. Мы сейчас используем отбойник, как конёк для скольжения. Давай на пониженную попробуем. Да не, сейчас раздатка точно лопнет. Жаль, что тут такого нету, блядь. Повреждения, я бы, если честно, убернул бы с этого момента. Блядь, ёлки, заканчивается, сука. Передёргываю сейчас всё. Так, а ну-ка, стоп. Подсоединить, прикрепить. Вот оно, отлично. Так. Ага, нет. К сожалению, не сможем. Так. А чё если? Вот. И вот сюда. Поехали. Всё, уперлось в столбни. Дружить надо с физикой, ребята. Ну, теперь я могу за это столбиться писать. Чуть-чуть лишь осталось, блядь. Вот, вот. Это, конечно, эпично, эпично, блядь. Нять-нять, не прибавить. Это было эпично, сука. Наверное, самая эпичная доставка демонтированного обгура. Фух, блядь. Горючки сжёг, я не знаю сколько, сука. Укол бака, блядь, почти. Это жестоко, конечно, на такой резине сюда соваться, блядь. Но зато... Ой. Есть чем похвастаться. Ой-ёй-ёй. Так. Это я сейчас прям с буром заеду, что мне. Что мне стоит, блядь? Заправимся на всякий случай, потому что что-то... там, по идее, тоже есть заправка, но на всякий случай так как едет. Я сомневаюсь, что-то, что там заправка будет по пути. Отлично. Так, где там заборчик-то, блядь. Короче, похер. На прицепе колеса не портятся в этой игре. И это большой всякий плюс. Если бы ещё они лопались, взрывались, блядь. А так как запас-то одна. Это был бы все асс. Берём по широкой дуге, по широкому радиусу. Мостик тоже так же немаловажный для таких грузов, потому что объезжать по ебеням с таким прицепом, ну, вы понимаете, что это нереально просто, просто нереально. Какой разгон, блядь, ещё одна гора. Блядь, я не прикидываю, как там раздатка, сука, живёт до сих пор. Мост. Прицеп отстегнулся, как обычно, как правило. Перемещаемся в северный порт. Понятное дело, мызля меняется. Не, не отстегнулся прицеп. Так, и тут нам куда? Порт. А, порт, ёптой дивизии. Вот, аж сюда надо привезти. Ну, вот ещё одна АЗС. Ну, впрочем, я не зря заправился. Ну, через верх я точно не поеду. Нужно ехать вот по вот этой главной, хорошей дороге. Тут я даже не хочу. Не, 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 ни в коем случае. Здесь вода. Оно вроде бы и выглядит лучше, но нет. Спасибо, но нет. Значит, влево едем прямо, там направо. Короче, лучше нарисуемся. Вот сюда, тут по главной, через врата. Так, в принципе, и всё. Едем по главной, и всё. Нам этот значок покажет. Ну, магазин прицепов, если я захочу заправиться, я могу там заправиться. Если, в принципе, будет мало хватать, то может здесь заправиться. Всё логично, просто. Поехали. Ой, да. Доставлять эту тяжёлую ножку. Кстати, я уже, как вы могли заметить, кто смотрит мои видео, доставлял уже один демонтированный бур в порт. Это было здесь, на этой же карте. Ого. Вот это, конечно, горочка же. Это она просто с вот такого вида устрашающим. Я думаю, что после той горы, которую мы осилили, это будет Санина просто нас. Погружаемся. Вот так это выглядит. В кабине. Посмотрим, что там. Не видно ни хера для этого. Если сейчас. Погружаемся. Посмотрим, чтобы бур плёлся за нами. Но оно, в принципе, чувствуется по ходу автомобиля. То есть, насколько ему ехать тяжко. Но оно как бы слышно, что двигатель в нагрузку идёт. Потому что я знаю, как эта машина едет без нагрузки. Она чуть-чуть полегче едет. Я имею в виду, ей как-то легче рулить. Не в том плане, что управляемость лучше, а чувствуется она здесь, когда едет машина без груза. Она не так себя ведёт. Но хотя бывает это чувство очень и очень обманчиво. Потому что я помню, увлекшись ездой с таким видом, я потерял груз и ехал на протяжении длительного времени. Короче, лох. Торетто на ровном месте. Не перевернись. Торетто на ровном месте. Так и всё, и поехали. Прямо по главной. Ночная доставка, как раз, что тут никого не было. Ни души, как говорится. Здесь вообще-то никто не ездит, но... Так, чисто, на всякий случай. Перестраховка, чтоб... Чтоб поменьше лишние глаза видели, что я видел. Вдруг это не мой... Вернее, мой не основной заработок, да? Какой-то колын я захотел, чтобы... Ну, так, чисто по нароску, типа, если считать. По игровому. Чтоб, в основном... Остальные водители никто не видел, да, что я вижу там. Ой-ой-ой, а это камни. Это срать, я хотел на ваши камни на таком танке, блядь. Уй-ой-ой-ой, тихо-тихо, это было близко. Было близко к фиаско. Цепляю что-то там, блядь. Скалы, наверное. Скалы, а скалы. Так, это я доехал до трубы, да? Сейчас налево, левее вернее. Сейчас будет недалеко гараж. Это я точно помню. Прикольно так ехать, на самом деле. Вот и гараж. Топлива нам хватит за глаза. Ходовка все в норме. Так что можно печь, выпекать. Сейчас, наверное, цепану и не цепану. Вырисовываем такие радиусы, чтобы рецепчик там проезжал везде. И уже здесь таких не будет горн на этой карте. Потому что лучше, как козел расправился. В резонанс пошел. Как москвич прям. Таким видом, конечно, легче рулить. То есть легче рассчитывать радиусность поворота. Здесь, по-моему, вправо в лес, там можно заправиться, насколько я помню. Глядя на карту, там впереди еще нас ожидает небольшой мостик. Он также отремонтированный. Ну вот и значок вместо destination. Так что мы уже рядом. Так что главное не бояться своей, как бы сказать так правильно, своего стремления. Да, то есть если я хочу на этой машине отвезти, то я отвезу в любом случае. Даже если бы это было через буксир другой машины. Но я бы довез бы на этой машине. Ну, захотелось мне так и все. Загорелось гимно в грудях. Так я и поехал. Невзирая на невзорова, ломая нос, ломая носом. Ну, я надеюсь, я еду еще до сих пор. Вот он, этот мостик отремонтированный. Тут, по-моему, был завал или что-то, или что-то, или поломанный мост. Вот этого я уже точно не скажу сейчас. Потому что уже какой-то... Прошел определенный промежуток времени, за который я уже мог данную миссию позабыть. Потому что я сменяю игры, чередую их одну с другой. Поэтому оно все-все в голове не укладывается. Ну, я же как бы не только пишу видео для канала, я еще и как бы сам для себя играю. Так что все запомнить, упомнить не всегда получается. Ой, блядь, отцепился, вот я почувствовал. Ну, это еще хорошо, что звук такой был. О, кстати. Можно с такого вида попробовать. Где-то там есть. Это, кстати, одна из... А, вот она. Одна из немногих машин, у которой вот так вот хорошо видно, когда я еду с задом. Задним ходом. Вот, по-моему. Да это и не видеть. Провизии. Ну, давай сзади еще назад. Ты ведь... Недопонимаю, блядь. Сука. Ну, видно же, что рядом. Вот, сука, пептик, блядь. Или это не тот пептик, который нужен? Да ептой. А-а-а. Так как... Так вы сами... Вы же сами видите, что оно... Кажется, что рядом. А-а-а, ептой дивизии, блядь. Провизии. Пойдет, блядь, ну. Слепой старый стал, что ж уже, блядь, не попадая с первого раза. Уже, блядь. Да ептой, блядь. Уже направляющую надо покупать, блядь. Что ж поделать, блядь. Как вот бывает такое. Я что, должен съезд по задам и загнать? Я надеюсь, это не так. Я лучше... О, отлично. Отлично, недорого и вовремя. Что еще желать? Вовремя? Если бы вы знали, сколько это... Ёпся, на том подъеме, блядь. Вы бы заплатили бы мне не почти четыре тысячи, блядь, а восемь тысяч баллов. Так что вот так вот. Доставили ему бур. Оставляем эту машинюшку пока здесь. И глушим. Так как видео уже затянулось на хороший промежуток времени. Для тех, кто смотрит моих видео, я приготовил бонус. Бонус. Бонус гонка на тузике. Сейчас буду бывать как тузик тряпку. Вот эта миссия. Как вы видите, туз отремонтированный. Вот доказательства, что все отремонтировано. Все полностью. Все в норме. Верхний багажник, да там. Запаска есть. Все. Нет урона. Так что у нас по времени? Утро, светло. Так что... Поехали на гонку. Нам нужно вдоль реки проехать по чекпоинтам. Это не грин из береговой охраны. В наших местах легко заблудиться. Поэтому мы оставляем на местности ящики с аварийными запасами. Вчера была буря. И они могли сдвинуться со своих мест. Сможете проверить? Где какие херсать, если честно? Quattro, tres, tos. Поехали. Это такой вид именно в этой миссии. То есть так задумано. Если я сменю вид, скорее всего миссия либо вылетит, либо не будет засчитано. Так что... Поворачивай, сука! Есть! Ух ты, блядь! Поворачиваемся от каких острых берегов. Лед с грязью, с грунтом. Оь-яй-яй, что-то, сука! БТР, блядь, не справляется. По-самому деле, что крепче как-то держится, если честно. Я просто раз ехал и его тут разъебал. Почти, блядь, в щепки. Сы честно. Две-ве-ве-ве-ве-ве-ве-ве-вее-вее... надо было правее ехать, блядь. Это удивительно, наверное, просто, что я уже здесь ездил, но я говорю, вот так вот, такими вот наездами на берег я разломал всю подвеску. Рессоры вылетели, торчали с БТР в разные стороны. Отлично, спасибо, а то у меня обязанностей по горло, а ресурсов не хватает, вы очень помогли. Как два пальца об асфальт. Вот такая вот гонка, тут кого-то не хватает явно. Классно, можно высунуться, посмотреть. Вот так вот, вот такой удался день у нас благотворный. Нормально мы справились с заданиями. Может быть, не вовремя, да, с некоторыми, но мы все доставили на свои места. Так что, всем спасибо за просмотр. С вами был Робин, и всем пока.